приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала с вами владимир и мы продолжаем проходить king's bounty темная сторона так я сейчас на оролане вот видите где нахожусь я нашел эти дрянные поганки которые нужны для выполнения квеста с дендрой думал где их искать вот оказывается где то где-то тут еще есть вот это мне кажется это архимику там завести нужно вот шерпную там так еще я вычитал что мухи жена ведьма можно ростки энтов купить то я думал где их взять где их взять оказывается тут можно взять а нет нет ну ты будешь дом к конвера скин маяк дом не дендрой дом грибника ну ладно подумаешь так то так так я хочу телепортироваться кажется трагендо еще на острову амазонок нужно смутаться принцесс набрать сейчас ориентируюсь на местности это вы ваша милость его величество бурт отдал по вашему поводу особое распоряжение пропускать вас любое время дня и ночи проходите пожалуйста молодец старший кладу за службу теперь мне конечно это не нужно проход вот этот 300 лет не надо вот вот сюда нужно занести эти поганки шарлетан вот ингредиенты для лекарства от плесени здесь все и поганки и медвежий корень химик забирает принесенные вами ингредиенты быстро же ты их раздобыл багер ну что же моя работа будет стоить 20 тысяч золотых монет плати или уходи вот твои деньги шар кошель кошель с золотом исчезает карманах химика чудесно просто замечательно подожди немного и скоро приготовлю твое зелье уже почти все готово вот и все химик отдает вам средства от плесени если тебе еще что-то понадобится багер то заходи не стесняйся я всегда деньгам то есть друзьям друзьям конечно я таки понял шарлатан непременно шарлатан теперь телепортируемся на араван с ним так домик дендры где он находится сейчас прямо на тему так приблизительно прямо мы попадем к ним это вот там да вот домик так сохранимся так на всякий случай это ты багер я тебя уже заждалась удалось тебе эти лекарства плесени что купить мои прекрасные деревья да вот она прекрасно альфика выхватывает средства от плесени из ваших рук а теперь посмотри а теперь прости багер но мне пора заняться моими прекрасными деревьями приходи позже поговорим о том осём так ясно хорошо пусть она пока занимается диваны так недалекие острова амазония там принцесс для меня наделала уже викинг вместе с королевой амазонок мне всегда приятно общаться с тобой что скажешь как тебе понравился конун в личном общении он просто замечательный лучший воин всех кого я только видела думаю тебе даже тебя даже сможет победить такой он сильный и умный ну да только я его уже победил мы уже обручились а свадьбу решили сыграть в его замке на окорланде так что я срочно собираю вещи и уезжаю на север к жениху совет да любовь вам ну как теперь ты радашь мне принцесса поскольку тебя получилось сделать меня счастливой и выполнить мое самое заветное желание я готова сделать для тебя все что смогу если тебе нужны мои принцессы забирай их для себя еще нарожаю сколько нужно спасибо диана удачи тебе и счастья большое спасибо спасибо багер прощай маменька я пришлю вам письмо когда подружусь с драконом до свидания мама диана желаю счастья с новым мужем счастливого оставаться мама передавайте привет вашему кону не забывайте о нас когда нарожаете следующих дочек удачи вам девочки мои марина не забывай надевать шарфик когда будешь летать на драконе аида помни что перед едой нужно мыть руки елена присматривай за сестрами ты же старшая целую целую вас всех мне уже пора садиться на корабль и плыть на собственную свадьбу в далекие северной земной ну все поехали девочки к личнах так там не рун дала насколько я помню да можно даже магию порядка почнуть мана плюс 4 и урон заклинание но вот это было бы получше я бы хотел конечно магию порядка докачать там магия восстановления меня очень интересует чтобы можно было лечить четвертого уровня ребят но нужно кристалла магии так а сколько у нас принцесс 5 хорошо по заданиям что у нас мин опытом ну тут ага можно возвращаться к дендре не хочешь со мной поехать на драконах покатаясь а мир посмотришь а? чего тут тебе сидим сидеть старушка заливисто смеется оказывается ты можешь угадать угадывать скрытое я ведь в молодости была принцессой королевской дочкой потом еще королевой была но к этому делу но это к делу не относится вот если бы меня в те годы позвали к дракону я бы бегом помчалась а сейчас хоть и рада и рада бы мир посмотреть но глазами уже так слаба что все равно ничего не увижу но за такую смешную шутку я дарю тебе руну магии давно я так не смеялась спасибо за подарок если придумаешь скажи руну магии подаю да я вот не знаю куда выпивку спихнуть так метамор подрубная пресса новое заглянание магия сторонников лечение два свитка еще нужно так чем она торгует о поездные купим вот это купим вот это купим вот это купим перчаточки тоже купим установление называть времени здесь амазонки хорошо вот это сейчас разрушим пленных у нас немало я скажу так хорошо давай-ка телепатнемся уберем убежище я хочу взять еще пару наездниц на драконах сколько у меня может быть 29 я держи одну принцессу вот я их покупаю одну на всякий случай принцессу оставлю а вдруг так и телепортируемся в Аралан так и что еще хотел вот эта подруга не хочет мне рассказать не хочет ничего рассказывать надо бы мораль бы всем войскам поднять ну вот тут поднять да так сейчас к Дендрис летаем наверное уже отправимся демонов спасать демонический мир эльфика Дендра выглядит грустным это все это все твоя вина петентан петентованное чудо а патентованное чудо средство уничтожить всю плесень на его запах избежали все вредители в окрохе и теперь деревья в моей роще обречены Дендра заливается со слезами подожди ну хоть плесень то исчезла плесень исчезла вредители появились бедные бедные мои деревья так и знала что нельзя доверять кому-то вроде тебя нефига заливается слезами пуще прежнего не реви не реви говорю я помогу твоей беде поможешь но как 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 уничтожив всех этих вредителей ага вон появились вредители сорняки причем сильные ну пошли разберемся так в основном это тернии воины так что они не стреляют они не стреляют а надо будет сундучок взять что я делаю пока не активно ладно микро ставим пуще по нему так и и и и и штуки не на них ну вот эту штучку чтобы лучше горели дракончика сюда теперь больше дракончика будем призывать теперь больше дракончика половина отлично черную дыру еще забабахаем отлично отлично еще вот так и боленки ну ну куда ты зараза выращивается себе подобных да пламя страсти немного применить на магию супер ну щитов как много применить какая заклинание на тебе подожжем тебя Ну а тут хряпнем их сдалека. Так, хорошо, с одним отрядом разобрались. Вижу впереди второй, пауки, сейчас ледяных полков убиваем, всех в кучку немножко стянем, проще было отстреливать. Эх блин, немножко не так. У них огоньком порадует. Вот такие. Сейчас призовем дар кончика. Опять зеленый. Ладно. Давай пока, наверное, эту соточку снесем. Теперь вот этих 225. И вот этих 70. Не дошел. Я стану вот тут и сделаю вот так вот. Еще щит порков забабаханный. Еще планы страсти. Еще можно вот такую штуку применить. Ну давай вот тут я хряпну. Хм, пробила заразу. Так, давай вот этих подтащим к себе. Хм, пробила заразу. Ну да, рвануло тут хорошо. Так, ладно, кинем паутинку, чтобы они никуда не ушли. Так, кайпа температура. Давай-ка, перепадь температуру. Слабо. Слабо. Это нужно вкачивать. Ну, кстати, давайте благословение. На кого? А, не на кого. Давай вот этот репард температуру. Так, и отсюда атакуем. Думаю, убьем. Ну, не совсем. Ну, сейчас добьем. Ну, сейчас добьем. Хорошо. Этих ребят мочкнули. Здесь еще одни. Еще третий отряд должен быть. Где-то рядом должен быть. А, вон они. Тоже сильный. Ну, сейчас проверим их силу. Так, мой бой. Конечно. Так. Вот эти охотники чертовы. могут нам доставить неприятности. Так, щит вопку поставим. Призовем дракончика. Сейчас будем обстреливать. Блин, восемь тысяч. Ну да, немало их. По половине вынесли. Оо, четыре тысячи. Нормально. Так, а ревность на них может подействовать? Наверное, нет. Так, давай вот тут вопим еще. Поменьше были. Какие силы. Нормальные силы. Так. Тихо. Тихо. Слышите. Тихо. Слышите. Неплохо, холодов действует. Часто 1 сюда пойдет, не сюда пошла. Ааа, правильно щит поставил, потому что очень любит катапульты атаковать, но этих я воскрешу. Керни охотники. Ну давай его тут влупим. Так, отлично. Сейчас тут еще разберемся. Все? Сейчас сообщим дендры, что всех перебили. Это ты, мой зеленокожий друг? Ох, что удалось тебе изничтожить вредителей моей рощи? Да, эльфийка, твои деревья теперь в безопасности. Как хорошо, но что это? Эльфийка обозревает свою чудо рощу и на ее глазах появляются слезы. Проклятые вредители уничтожили мои самые любимые деревья, я этого не вынесу. Послушай, может я смогу помочь твоему горю? Эльфийка утирает слезы. Помочь мне? Ну как? Подожди, подожди. Я знаю, как ты можешь мне помочь. Добудь для меня десять ростков тернии, пять ростков энта, энта, чтобы я смогла их высадить в мои рощи. Хорошо? Сделаю. Так, оно. Десять ростков тернии, пять ростков энтов. Так, что у меня есть? Тернии есть, энтов нет. Дом грибника. Давайте в дом грибника отправимся. Может там что-то есть? Какие-то ростки. А, тут только тернии есть. Нет, мне тернии не нужны. Я уже насобирал ростки. А то что? Какой-то дом. Возможно тут что-то продается. Тут тоже нет. Ха, появились. Эхстки анта. Все забираю. Ты смотри, как оказывается. Светок ледяная змея. Получим. Хорошо. На медвежьей горе. Медяная змея. Это неплохое заклинание. Так, это не тот же дом Дедры. Тут хижина охотника. Или паркандера точнее. А вот и ты, Багер. Что? Удалось тебе раздобыть росточки, о которых мы говорили? Да, вот они, эльфика. Росточки, какие крепенькие и свежие. Тут тебе и тернии, и энты. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Зеленокожий. Вот и верь после этого официальной пропаганде о том, что у орков черная душа. Я рад, что смог тебе угодить Дендра. Подожди, Багер. Я хочу попросить тебя об еще одной маленькой услуге. Чтоб тебя. Что еще за услуга? Пожалуйста, будь хорошим орком и достань мне воды из священного источника. Я хочу полить эти росточки, чтобы они наверняка принялись и выросли большими и крепкими. Что еще за священный источник такой? Ой, я не знаю. Когда-то мне такую воду давал Назимус. Назимус незрячий. Спросил у него. Он наверняка знает, где ее взять. Хорошо, Эльфийка. Внезапно из-за вашего плеча материализуется Черныш и начинает горячо шептать вам на ухо. Ты все делаешь правильно, Багер. Я проверил Эльфийку, она почти готова. Раздобудь ей эту воду и мы ее зацапаем. Думаю, ты прав. Давай же найдем эту проклятую воду. Назимус незрячий, говоришь, да? Да. Я знаю. Он вроде бы был в замке. В этом. Насколько я помню. Но не тут же. Не в зеркальной башне же. Сейчас сохранимся. Мне кажется, он тут. Где-то тут в боковых покоях. У Майдри Уэйда. У Майдри Уэйда. Так, это наверх. Не тут. Не тут. Вот и тут вроде бы. Так. Назимус. Приветствуй, зеленокожий Вадека. Чем твой верный слугам может тебе помочь? Так ж. Расскажи мне о вашем священном источнике эльфийский шаман. Это тот источник, что находится в холле дворца. Багир яростный. Он берет свою силу от кристалла. Вода из него вкусная и полезная, обладает целебными свойствами. А ты его почему вообще спрашиваешь? Тебя это не касается, Назимус. Так. Хорошо. Фонтан. Где-то я тут какой-то пил водичку какую-то. Хотите набрать воды из источника эльфа? Вот эту штуку я разберу. Потому что мне она не нужна. Это реликвия, а у меня реликвии и так все забиты. Все забиты места под них. Так. Полетели к Дендре назад. Так. Сейчас кинем водичку. Ох. Снова ты Багир. Ну что, удалось тебе добыть воды из священного источника? Да, вот она. Так. Все. Прийти позже. Ладно. Черныш. Я хочу на... Думал. На медвежью гору. Управимся к бабке. Ведьме. Это Дим. Ростки. Взамен заклинание получим. Что-то она тут, да? Нет. Вот твои ростки Энта забирай. Ох, как ты радуешь старую ксилу. Как радуешь. Какие хорошие ростки Энта. Прямо загляденье. Еще бы 15 яиц пауков. Всего лишь 15 яиц. Принесешь старую ведьму. Принесешь. Возьми у меня есть эти яйца. Ой, спасибо тебе. Ой, спасибо. Старая ксила. Очень благодарна тебе. Очень. Можешь еще принести веселящий напиток. Повышающий ярость. Всего лишь веселящий напиток. У меня есть настойка на мухоморах. Ксила забирает у вас бутылку пыла. Выливает его в свой дымлящий котел. И быстро размешивает. Старая ведьма благодарит тебя за помощь. Благодарит тебя. Можешь еще немного помощи. Старая ведьма. Помощь. Очень нужен один магический кристалл. Магический кристалл. Скотина. Конечно. Вот тебе подавись. Блин. Какой ценный ресурс. Кристалл. А я уже отчаялась. Боялась. Что надоело тебе со своими просьбами. И старческим промотанием. Ведьма бросает кристалл в котел быстро. Насит заметнувшееся пламя. И зачерпывает охранной ушкой зеленоватую жижу из котла. Хочешь попробовать бы? Эх. Один раз живем. Отхлебнем. Упив вкусный напиток. Видимо вы почувствовали как ваша атака увеличилась. Но к сожалению нельзя тоже сказать о вашей защите и мыслительных способностях. Жалко. Ну. Этилет минус один и защита минус один. Ну атака плюс три. Так. Что у нее тут есть? Зелень ярости. Наверное надо было не мухомор, а все-таки зелень ярости давать. Меч титана. Нельзя купить. Яп. Вот эти свитки выкинул. Меч титана. О. Ледяная змея. Выучим. Очень полезная штука. Довольненько неплохо работает. Так опыт предков. Давай. возьму у тебя меч титанов так рван отправимся так отлично ах это ты багер, ты вернулся, я так рада, так счастлива все росточки, что ты мне принес, зашли не могу дождаться, когда они зацветут не могу сдержать себя мне хочется петь и танцевать дендра начинает танцевать прямо на поляне совсем от счастья двинулась эй, чернейш, погляди на нее, кажется клиент созрел чернейш в своей обычной манере материализуется над вашим плечом ну-ка, ну-ка, что тут у нас? вот это красота да ее аура уже просто светится от счастья, хватай ее хватай немедленно, Брэйр путь сделан, чернейш хо, уровень получили спасибо давай вот это вероятность нести удвоенный урон используем используем потом если что еще докачаем так ну что, отправимся убежище принимай пленника, дух отлично темный ритуал оружия возмездия становится все ближе кого тебе удалось схватить на этот раз? хочу рассмотреть новую жертву поближе эльфийка Дендра счастливая дух злорадно приветствует пленницу ну здравствуй эльфийка Дендра счастливая любительница ярких цветов, высоких трав и вековых деревьев попрощайся со своим счастьем я отдаю тебя орку Багеру которая будет тебя оббить и мучить тебя Багера отныне она твоя помню ты должен обречь ее на постоянные мучения страдания дают мне силу провести темный ритуал для создания оружия возмездия помни Багер от степени мучения Дендра будет напрямую зависеть твои боевые качества чем громче плачет эльфийка тем лучше для атаки и защиты тем лучше у тебя теперь она твоя, забирай давно я ждал эту минуту? 3 минуты она расплатится за преступления эльфов я посажу ее на цепь и буду бить палкой чтобы она рыдала целыми днями заставлю смотреть как я убиваю каждого встреченного эльфа блин я и так перебил уже всех эльфов я не боюсь мести первобытного орка ты уже сделал меня несчастной пробью мои любимые мои любимые деревья ничто на свете не сможет огорчить меня сильнее мои побои, ни пытки, ни другие физические мучения значит ты будешь сжигать все эльфийские деревья которые встречу я на своем пути ты будешь смотреть на это затянуть грубый ошейник вокруг шеи эльфийки эльфийка потухшими глазами спорит пустоту привыкай и дальше будет хуже большая свита, да? так и защита плюс что за кольцо? или плюс, но это же такое оружие оно может носить, да? ну хорошо, подумаем, что на атаку взять ну вот это лучше тогда всего ставить на атаку это кольцо нафиг уничтожить 25 антов а ну ну араон по идее должны появиться какие-то ребята чтобы я их мог уничтожить чтобы я их мог уничтожить ну так вот они очень слабый значит не на запись будут так чистая победа о ты негодяй! как ты можешь убивать антов? они росли многие века а ты просто так взял и убил я ненавижу тебя не трать силы на крик на крик обильные рыдания обильнее рыдай твои слезы очень нужны духу для темного ритуала в принципе антов обычных полудесяток это только обычные, а древние не засчитываются видите жаль очень даже жаль сейчас тут еще где-то должны шастать сто процентов он тут нет вот меня ждут сейчас сохранимся только перед боем и тоже не на запись будут ребята так еще одно числе победы еще нужно 5 энтов завалить и все будет хоккей так волшебное дерево какое-то лоснах так где еще энты хоббит ну а вон они сейчас замолчим их и все только не на запись ты просто чудовище орк как жаль что эльфейские воины не убили тебя в этой битве они очень старались если это может сможет тебя утешить думаю ты пролила достаточно слез чтобы их хватило для темного ритуала так отлично вот ты прокачали дендру атака и защита здравствуй здравствуй багер прошло время и я понемногу к тебе привыкла и поговорил со своими соседками по несчастью думаю что уже не боюсь тебя и ты не такой сюрепрый каким казался если моих слез тебе уже достаточно предлагаю перемирия может выполнишь можешь выполнить мою просьбу как ты выполнил просьбу Аннет и Эльзы где только Аннет только одной из них выполнил просьбу ну ладно странно ты ведешь себя эльфилька но я не привык воевать с женщинами если ты не шутишь то я готов выполнить твою просьбу я очень волнуюсь около 300 лет назад я посадил росток зачарованного Энте и всегда поливал его два раза в год как полагается мне обязательно нужно полить его поскорее иначе он может зачахнуть если ты готов со мной тушить отвези меня к ростку он находится на Араване хорошо я сделаю это для тебя так только где он зачарованный он это не вот то здоровенное дерево вот тут или может это вот это волшебное дерево наверное на счету большое дерево ой 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 вот это вот это что-то да да я всегда знала что орки глупы и самонадеянны не стало мне улыбнуться тебе когда ты забыл о том что я древняя эльфийка и поверил мне это будет твой последний бой тупоголовый орк светлые эльфы разрубят тебя на несколько зеленых кусков а я потом плю на твои мертвые глаза чтобы отомстить тебе за смерть Энтов не зря меня учили в детстве никогда не доверять эльфам но я всегда готов к драке дендра неожиданно для вас росток превратился целую армию а это огромное древесное чудовище окружили вас бежать поздно о боже перебьем хотя их немало так черные дыры главное их замедлить чтобы они и побежали к нам темное облако поставить вот тут так еще и чуть-чуть где-то две штука тут вот это кинули усинеет себе микростаю сейчас запустим что там еще у нас есть вот это еще вот бог не нормально дракончика призовем ледяной так нормально еще вот так хребнем о забыл зундучок открыт нам ладно ну этот дракон по идее холода не должен бояться так щиток не так на всякое случайно кинул так где там ваш умный дождь стоп 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 может его качнуть уж совсем никакой он нормально так давайте-ка отбросим а они не отбрасываются еще хряпнем демона амура вызову не придется дендру за это наказать ну половину вынес да надо было огненным снарядом стрелять так ну ну это но это м но они ну я Ну давай-ка, пока назад, кочерныш меня не добьет. Хоть и критонол не добьет. Тут деньги были, где мы как-то один отряд повинут. От этого даже один не погибнет. Сейчас добью. Что ты там говорила, Дендра? Кто кого-то порубает на куски? Ты заколдован, орк! Эльфийские клинки и стрелы бессильны перед тобой. Я вынуждена признать свое поражение. Убей меня! Ты нужна духу для темного ритуала. Я не буду тебя убивать. Придется тебя посидеть на цепи до тех пор, пока мы не победим свет по всей нитане. Вот и все. Третий уровень получила она. Шесть защиты. Быстрец ярости. Мы неплохо покачались. Так. Ой. Нет, нельзя пока использовать. А тут тоже нельзя. Ладно. Продолжим уже в следующей серии. В принципе разобрался с Дендрой. А. Может с духом поговорю еще? Ха. Самых счастливых. Ага. Самых счастливых. Еще светлого представителя. Ну а наверно в демоническом мире там светлый представитель есть. Тут я сейчас пополню наши ряды. И отправлюся в следующей серии значит демонов освобождать. Так что вот так вот. А пока всем спасибо за просмотр. И всем пока.